Этот американец заработал миллиарды на быстром питании. Он возглавляет семейный бизнес, который распространился по всем штатам. Успех обеспечили гамбургеры с курицей, продающиеся миллионами. Семья Кэти по-своему обслуживает клиентов. За чистыми столами еда будет вкуснее. Он христианин, играет на трубе и бегает на марафонские дистанции. Он сын основателя компании Чик Филе. Труит Кэти, это мой отец. Сейчас миллиардер Дэн Кэти возглавляет компанию. Его брат и сестра занимают ключевые посты. Официально моя должность называется президент и председатель правления. Но когда меня спрашивают о моей работе, я люблю говорить, что обслуживаю клиентов. В нашем деле всегда есть, что выбросить. Начало семейному бизнесу положил отец Дэна, Труит Кэти, который в 46-м году, вернувшись из армии, открыл ресторан в родной Джорджии. Он был очень маленький и назывался Карлик Гриль. Идея готовить гамбургеры с куриным филе была проста, но принесла Труиту миллиарды долларов. Готовить курицу с костями довольно долго, поэтому нам пришла идея убрать кости. В таком виде курица готовилась гораздо быстрее. Очищенная куриная грудка была новинкой. Мы положили ее в булочку, украсив укропом, и получился куриный сэндвич. В конце 60-х Труит вышел на еще неосвоенный рынок быстрого питания. По всей Америке стали появляться торговые центры. В Атланте, в Гринбрайер, он открыл первую торговую точку. Мы начали расширяться и продавать свои сэндвичи по всей стране. К 80-му году у них было 100 точек. Через два года их количество увеличилось вдвое, а 25 лет спустя таких точек было больше тысячи. Только за последние пять лет объем продаж увеличился в два раза и составил 2,25 миллиарда долларов. В прошлом году компания изготовила 209 миллионов сэндвичей с курицей. Ими можно покрыть расстояние от Америки до России и обратно. В каждой новой закусочной первые 100 посетителей обслуживаются бесплатно в течение года. Миллиардер Дэн любит общаться с теми, кто занимает очередь. Спасибо. Я Дэн. Привет. Всем спокойной ночи. У Дэна 1300 ресторанов в 37 штатах. Вы не храпите. Часть времени он проводит в воздухе в своем семиместном самолете стоимостью 6 миллионов долларов. Но он любит возвращаться домой к Джене Ронде, в свой дом и конюшни, которые они вместе строили. Дэн и Ронда знают друг друга с детства. Мы вместе учились еще в начальной школе. Я помню, как на перемене бросал в девочек камешки, и она была среди них. Сюда мы переехали около четырех лет назад. У нас здесь пять спален. Я получаю большое удовольствие от окружающей природы и занятий садоводством. Их дом стоимостью 6 миллионов долларов стоит на участке в 120 гектаров. Дэн планирует превратить свое частное владение в общественный сад. Близость леса чувствуется и в их доме. Благодаря этой уникальной люстре из сосны и сделанной по специальному заказу лестницы. Это одна из наших самых любимых комнат в доме. Мы называем ее наша грязная комната. Мы так говорим, потому что много времени проводим в саду и на конюшне. А когда возвращаемся, то снимаем грязную обувь и моем ее здесь. А еще здесь мы устраиваем обеды, когда много гостей. Этот стол можно раздвинуть, и тогда за ним поместится много людей. Эта лестница совершенно особенная. Она из Туи. Мы хотели, чтобы комната создавала ощущение открытого воздуха. Закон запрещает рубить такую тую, поэтому пришлось ждать, когда дерево умрет и упадет само. Так что это по-настоящему уникальная лестница. Она очень прочная и устойчивая. Эта столовая тоже удивительная в некотором роде. Мы считаем, что эта комната очень располагает приготовлению пищи. Я стараюсь приготовить всего как можно больше. Мне нравится везде добавлять арахис. Я очень люблю домашнее мороженое с арахисовым маслом и фруктовый чай, приготовленный с добавлением разных соков – апельсинового, лимонного и ананасового. Нашим гостям нравится еда, которой мы их здесь угощаем. Дэн продолжает вести компанию вперед. А у Труита есть время заняться своей коллекцией классических автомобилей. Их у него больше ста. Это Двизенберг, выпуск 30-х годов. Компания демонстрирует их в здании в своей штаб-квартире. Это Бэтмобиль из «Возвращения Бэтмена». Труит купил его почти за четверть миллиона долларов. Угощайтесь! Семейство Кэти – глубоко верующие христиане. Это влияет на любое решение, которое они принимают в отношении бизнеса. По воскресеньям они собираются вместе, когда чик-филе закрыты и гамбургеры не подаются. В эти дни Дэн приходит в первую баптистскую церковь в Джонсборо. После этого миллиардер Дэн посещает бездомных в Атланте, где работает единственный круглогодичный центр помощи. Вы голодны? Да. А вы не голодны? Тогда вы не туда пришли. Вам здесь понравится. Я Дэн, я рад вас видеть, сэр. Мы можем кормить от 300 до 2600 человек. Все зависит от температуры на улице. Я чувствую, что нас направлял Иисус. Если мы хотим быть христианами, то должны служить людям и жить среди них, как это делал он, всегда окруженный друзьями. Когда Дэн не раздает бесплатную еду, он наблюдает, как идут дела в крупнейшем в Америке заведении, где подают сэндвичи по рецепту полковника Сандерса. Семейство Кэти предоставляет стипендии в размере 1000 долларов своим работникам, которые хотят учиться. До сих пор они оплатили учебу 45 тысячам своих работников. Это составило 22 миллиона долларов. Как насчет улыбочки? Улыбнемся перед камерой. Вот так мы выглядим здесь, в Чикфиле. В 1984 году семья Кэти создала благотворительный фонд «Виншейп», вложив в него 20 миллионов долларов. Это было самое крупное, единовременное вложение, которое мы когда-либо делали. «Виншейп» помогает им распространять свои убеждения. Они занимаются детскими летними лагерями, образовательными программами, консультациями по вопросам семьи и брака. Мы живем в мире, где часто распадаются семьи. Есть дети, которые страдают от наркотиков. В нашем обществе очень много проблем. Кто дома? Кэти также финансирует 13 семей, взявших на воспитание детей в Джорджии, Алабаме, Теннесси и Бразилии. В каждой такой семье двое приемных родителей и до 12 детей. Мы гордимся вами. Вы молодцы. Поддержка летних лагерей для учащихся христианских школ в разных штатах тоже дает им чувство удовлетворения, поскольку часть заработанного возвращается обществу. Мне очень приятно осознавать, что мы продаем кур, вафли и соки не только для расширения собственного бизнеса, но и имеем возможность использовать часть средств для улучшения жизни людей. Все довольны? Да. Аминь! 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 Аминь!